Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Индекс доллара только что пробил предыдущий хай. Закрытие выше этого уровня означает, что доллар становится еще сильнее по отношению ко всем остальным валютам мира. Криптовалютный рынок, как мы заметили, очень сильно привязан к глобальным нарративам. Самый главный нарратив, который определял его движение в последние 9 месяцев, это инфляция и процентные ставки. В следующие несколько месяцев на смену ему придет нарратив, который ты видишь на этом графике. Этот график станет главным катализатором всего рынка. Индекс доллара на пике означает, что в мире происходит сокращение доллара, как это было в 2008 году. Национальные валюты многих государств вынуждены девальвироваться по отношению к доллару уже по одной этой причине. Это перевод статьи Bloomberg. Статья посвящена падению юаня. Сейчас юань такой же слабый, как и в 2008 году. И все это на фоне слухов о том, что Китай ослабляет поддержку местной валюты. Китайский юань упал до самого слабого уровня по отношению к доллару США со времен мирового финансового кризиса. И что было в 2008? Глобальная нехватка наличного доллара. И что случилось потом? Конечно же, вынужденная девальвация китайской и других валют. Это привело к тому, что у образного автобуса внезапно оторвали колеса, если ты понимаешь метафору. Это происходит и сейчас, прямо на наших глазах. Китайский юань упал более чем на 4% по отношению к доллару в этом месяце и находится на пути к худшим годовым потерям с 1994. Пекин, с другой стороны, сохраняет мягкую позицию на фоне растущего риска дефляции, поскольку спрос падает из-за кризиса недвижимости и коронавирусных ограничений. Именно поэтому рынок и боится, что юань упадет еще ниже. Следующая валюта, о которой я хочу поговорить, это, конечно же, великобританский фунт стерлингов. Великобритания в последнее время переживает ряд громких событий. Например, они лишились королевы. А теперь мы видим, как индекс доллара буквально убивает их валюту. Китайский юань страдает, страдает японская иена, страдает и британский фунт. Обвал за этот год состоял почти 25% на пике. Просто сумасшедшее падение. С евро происходит почти то же самое, но теряет 17% за этот год. Как мы видим, основные валюты мира теряют 15, 20, 30% против доллара США. И таких уровней, которых они достигли в этом году, мы не видели многие десятки лет. Фактически все мировые валюты сейчас находятся в состоянии коллапса по отношению к доллару США. Коллапс британского фунта за день был почти такой же, как и в 1992 году во время известной черной среды, когда Джордж Сорос атаковал британскую валюту и почти ее уничтожил. Я упомянул это, чтобы ты понимал масштаб происходящего с британским фунтом сегодня. Все эти страны, разумеется, пытаются поддержать свои валюты. Япония, Великобритания, Китай, страны еврозоны и так далее. Поддержка осуществляется путем валютных интервенций в рынок, путем покупки национальных валют на рынке и продажи долларовых облигаций. Этого, кстати говоря, не происходило очень-очень много лет. Великобритания даже заявила о том, что надо бы существенно снизить налоги на этом фоне, чтобы не то, чтобы избежать рецессии, а подготовиться к ней. То есть рецессия уже практически неизбежна для Великобритании. Заявление это сводится к тому, что правительство готово сделать абсолютно все, лишь бы вернуть инфляцию фунта к 2% годовых. Это и есть анонс интервенций правительства в рынок. И это, в свою очередь, ослабило и фунт, потому что инвесторы побоялись, что Великобритания с сокращением налогов будет не в состоянии выплачивать долги и поддерживать стабильность своей валюты. Китай делает абсолютно то же самое. Также китайские регуляторы, что очень странно, просят финансовые учреждения избегать торговой деятельности, которая может вызвать большие колебания на рынке ценных бумаг. Иными словами, они просят инвесторов не продавать, а покупать акции для стабилизации рынка валют. Но если ты думаешь, что такая динамика крупнейших мировых валют по отношению к доллару США это кошмар и ужас, подумай, что происходит с другими, менее крупными валютами. Турция, Индия, Бразилия и так далее. И вот, наконец, мы подходим к моей теории. Мы находимся в цикле укрепления доллара из-за того, что люди убегают из активов именно в доллар США, пытаясь спасти свои деньги. В то же время остальные валюты начинают слабеть по отношению к доллару. Это означает, что большинство стран, которые имеют множество долгов, а практически у всех стран есть долги, и практически все они оцениваются в долларах США, просто не смогут выплачивать эти долги. Возьмем какую-то условную страну, у которой есть долги в долларах США. Когда ее национальная валюта падает по отношению к доллару, ей придется брать еще больше своей национальной валюты, чтобы выплачивать эти долги. И большинство стран в таком случае просто не смогут себе позволить выплачивать долги. И к чему это приведет? Это приведет к тому, что их валюты начнут переживать смертельную спираль. Спираль смерти. С усилением доллара коллапс национальной валюты такой страны будет только ухудшаться. И если ты думаешь, что этот коллапс, который сейчас происходит, уже плохой, представь, каким он может стать в странах, которые не смогут выплачивать долги в такой ситуации. Их валюты переживут тотальный коллапс. А теперь представь себе людей, которые живут в таких странах. Проблема этих людей в таких странах заключается только в том, что они не знают, куда деть свои обесценивающиеся каждую минуту деньги. Когда валюта твоей страны рушится, обычно можно убежать в доллар. Но сегодня индекс доллара сильно перекуплен и на самом деле страшно в него инвестировать. Кроме этого, в странах, где национальная валюта переживает коллапс, обычно просто невозможно перейти в доллар США. Либо придется быть каким-то мажором с местной улицы Уолл-Стрит со связями или связываться с черным рынком, где могут обмануть, особенно в такие турбулентные времена. Либо же придется покупать доллары с комиссией 100%, если не больше. То есть покупаешь 100 долларов, но платишь 200 в национальной валюте. Что же людям в таких странах делать? Обычно нужно покупать активы, которые выражаются в долларах. Раньше люди покупали, например, недвижимость. Но сейчас я, как украинец, скажу честно, я боюсь связываться с недвижимостью. Особенно в моей стране. Сегодня я куплю дом, а завтра какой-нибудь сосед придет и разбомбит его. Поэтому я знаю, что люди будут покупать сейчас. Они будут покупать биткоин. Его не разбомбить, его не конфисковать на границе. А я знаю, сейчас на границах любят забирать валюту. Да, если мы увидим продолжение тотального коллапса британского фунта, китайского юаня, евро и других крупнейших валют, то я почти уверен, что люди этих стран будут покупать биткоин. И сейчас я покажу тебе факт, который добавляет мне уверенности в этом. Это уже происходит в Великобритании. Посмотри на этот график. На этих графиках мы можем оценить объемы продаж евро и британского фунта в Великобритании, а также объемы покупок биткоина в Великобритании. И как мы видим сейчас, когда фунт стремительно падает, люди продают его и покупают за место него биткоин. То же самое происходит с евро. Продажи и покупки происходят рекордные. Таких не было вообще за последние три года. При этом интересно, что эфириум инвесторы, продающие евро и фунт, не покупают. Либо не покупают так же активно, как биткоин. Это очень важное замечание. Не кажется ли тебе, что и с остальными странами может произойти то же самое? Китай, Япония и так далее. Не кажется ли тебе, что это и есть путь к биткоину, как к мировой резервной валюте? Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или познавательным, не забудь поставить лайк. Для меня это большая мотивация создавать новый контент, а YouTube, благодаря твоим лайкам, замечает мои видео и рекомендует их новым пользователям. Большое спасибо за поддержку. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!